За трое суток в Энгельсе на призыв о помощи откликнулись 60 человек. Для упаковки закупили уже вторую партию мешков. Несут все, от одежды до канцтоваров. Приходят и по одному, и целыми предприятиями. Далее при поддержке администрации Энгельского муниципального района вещи все будут паковаться и отправляться, распределяться по регионам, которые нуждаются в этом очень остро. А как они будут продаться? Через Почту России. Все производят сбор на сегодняшний момент. И, как мы сговорили, что концу акции централизованно привезут силами предприятий. В Саратове к проблемам соседних регионов тоже не остались равнодушными. В одной из церквей – штаб по сбору помощи. Здесь пошли дальше. Под опись принимают деньги. Пока набрали всего 3000 рублей. Отдельно стоят коробки с посудой. Служители храма говорят, сервизы новые. Хотя такое искреннее участие проявили не все горожане. Есть люди, которые приносят вещи по принципу «на тебе Бог, что нам не гоже». Такая поговорка есть, да? Наверное, не надо унижать тех людей, которые так упали в беду, печалить их сердца. Если нет хороших вещей, которые вы сами бы одели на себя, или те вещи, которые вы сами пользовались, то тогда вообще ничего не надо приносить. К областному центру всероссийская беда подбирается с окраин. Но на всякий пожарный власти региона приняли экстренное решение детский летний лагеря закрыть текущие смены, распустить по домам. Хотя накануне из того же правительства пришло известие – у нас готовы принять на реабилитацию 50 маленьких погорельцев в те же оздоровительные центры. Сезон отдыха для детей из нашего региона чиновники закрыли. А вот предложение для соседей-погорельцев по информации Министерства социального развития по-прежнему в силе. Правда, пока в нашу область никто не обращался. Нина Мышкина, Роман Базан, Алексей Барыбин. Новости. Телеобъектив.